Уважаемые господа, сегодня в этом чудесном весеннем лесу я начинаю испытание двух камер, то есть некую сравнительную работу, а именно уже нам хорошо известную пленочную камеру Leica MA, которая у меня сейчас в руках, и не менее выдающуюся камеру того же производителя, а именно Leica Monochrome. Мне кажется, что это будет интересно, поскольку мы получим одинаково черно-белые фотографии, но сделанные с помощью пленочной или чисто цифровой монохромной камеры. Посмотрим, что из нашего сравнения получится. Уважаемые любители фотографии и моих небольших роликов о экспериментах в области фотографического искусства, я должен сказать несколько слов после такого вступления, из которого следует, что мы будем заниматься интересненьким, а именно сравнивать цифровую монохромную камеру и пленочную свеженькую Leica 21 века. Для того, чтобы сравнение было более-менее корректным, я использовал пленку Ilford, то есть Delta 100, для того, чтобы примерно такими же характеристиками пользоваться как на одной, так и на второй камере. Ну и, естественно, начал я с простого. Я начал с антропологического сюжета, то есть антропогенный ландшафт в чистом виде. Ну вот, посмотрите, значит, вид на Сити, Москва-Сити. Сначала кадр сделан на пленку Delta, потом монохромной камерой. И сразу более крупный вариант, когда Сити видно получше, и тоже два кадра. Один на пленку, другой на монохром. Всегда пленочный кадр предшествует монохромному. Два кадра сняты, один 21 миллиметром объективом Leica, а второй 75 миллиметром с начальной диафрагмой 2. Ну, это APOS у Micron известный. Как видите, картинки очень сильно различаются. То есть у нас диапазон яркостный, на монохромной камере совершенно иной, нежели на пленочной. Дело еще интереснее, если посмотреть не в такой яркий солнечный день, на картинку, опять-таки антропогенную, городскую. Вид сверху на некоторые здания совершенно непритязательные. Как видите, сделанный 21 объективом, то есть 21 миллиметр. Широкий кадр на пленку Delta и рядом на монохромную камеру тем же самым объективом. Как видите, тоже тона передачи чуть-чуть смещена. Такое впечатление, что у монохрома чуть-чуть поярче картинка. Я специально не вмешиваюсь никакой обработкой для того, чтобы картинка была наиболее яркая. Но и покрупнее те же самые кадры, сделанные уже объективом не 21 миллиметр, а 90 миллиметров. Суммикрон, канадский известный для Лейки М с начальной диафрагмой 2. Кстати, очень хороший портретный объектив. Но, побаловавшись с антропогенными ландшафтами, конечно, хочется перейти к чему-то более завлекательному. Я имею в виду к природе, к более цветным и интересным ландшафтам. Ну и для этого была выбрана дорога на замечательный город Калязин. Она идет по достаточно красивым местам и позволяет насладиться как просто зрелищем, так и фотографическими удовольствиями. Отправимся и посмотрим, что у нас получится по дороге. При этом я буду использовать для того, чтобы было понятно, как осуществляется цветопередача на монохроме и на Лейки Ма, я буду использовать Хасельблат в качестве, как сказать, контрольного выстрела, для того, чтобы вы представляли себе картинку во всей красе. Тем более, Хасельблат позволяет очень точно передавать цвета, особенно в сложный период. Вы сейчас в этом убедитесь. Ну вот первый кадр – это деревня, где, кстати говоря, очень неплохая бывает по выходным очма, а также и чебуреки, которые тут же при вас жарят. Ну, полезное путешествие. Вот вид на деревню, то есть через речку Дубнув во время ледохода. Вот видите, я специально сделал покрупнее снимок, увеличил черно-белые картинки как с пленки, так и с цифры. И видите, что на пленке, конечно, картинка достаточно убогая, ничего не сделаешь. Пленка дырявая, несмотря на то, что это дельта, зернистая, контраст низкий, изображение размывается. Объективы одни и те же. Я специально использовал 35-й объектив для того, чтобы сравнить, что получится. Ну, вот посмотрите на увеличение, то же самое, сделанное монохромом. Картинка существенно отличается в лучшую сторону, хотя никак не обрабатывалась. Ну и сразу ледоход. Полюбуйтесь на ледоход, тоже сделанный Хасельбладом сначала покрупнее, ну, а потом такой общеландшафтный кадр на речку Дубна. И тут же кадр, снятый на дельте и монохромном, на монохромную матрицу. Как вы видите, Хасельблад хорошо передает тонкие цветовые оттенки, а вот черно-белые камеры в данном случае, в таком открытом ландшафте, работают очень похоже, когда речь не идет о мелких деталях. Ну, вообще, весна – это такое время, когда мы видим тончайшие переходы цвета и игры света. И Хасельблад в этом отношении дает прекрасные картинки. Тем не менее, сделав кадр речки светлой, Хасельбладом посмотрим на то, что получилось у нас при съемке на пленку. Оказывается, что контраст как-то странно изменился. Когда у вас плоское солнце, утреннее, то пленка и монохромная лейка воспроизводят картинки очень по-разному. Посмотрите на них и сами сделайте выводы. Ну и дальше у нас много интересного такого было по дороге. А именно, мы видим, что очень приятная картинка болота такого запруженного. И сразу же очевидны различия между лейкой с заряженной пленкой и лейкой с монохромной матрицей. Как видите, оттенки вот этого весеннего пробуждения природы, они передаются очень по-разному. Ну, это не главное, собственно говоря. Главное, чтобы оно соответствовало это самое, эти самые особенности соответствовали вашим впечатлениям от того, что вы видите. Ну, поездка в Калязин, она сочеталась еще с тем, что солнце исчезло и возникла самая, та самая искомая погода. То есть, возникла такая хмарь беспросветная и очень ровный свет, что позволило как раз поэкспериментировать на известной Калязинской утопленной колокольне. Уважаемые господа, я продолжаю свои эксперименты в прекрасном городе Калязин. Но нашего полку прибыло. у меня в руках Ноктилюкс М 75 миллиметров светосилы 1,25. То есть, уникальный объектив во всех отношениях. Мне его дали поснимать на несколько дней. Ну и, конечно, как чужая драгоценность, я могу ее брать в руки только в белых офицерских перчатках. Иначе никак. Теперь обратите внимание на то, что получилось в результате съемки. Ну, во-первых, я снял монохромной матрицей колокольню двумя объективами с Суммикроном и Ноктилюксом. Суммикрон светосила 2, Ноктилюкс 1,25 с фокусным расстоянием 75 миллиметров. Что же получилось? Они, как видите, выглядят очень контрастно. А колокольня, снятая тем же самым Ноктилюксом на пленку, оказывается более проработанной. С чем-то связанной? С тем, что просто пленки свет не хватает. Поэтому получается вот такая вещь. А если увеличить эти картинки, то картинка существенно изменится. Но отчасти это видно на съемке элементарных сложенных в штабель повальных стволов деревьев. Хасельблат показывает нам, какая у нас здесь картинка по цвету. А вот перед вами пленка Дельта и сразу же монохромная картинка цифровой камеры. Как видите, и здесь, даже в этих ярко-желтых оттенках монохромная камера работает поинтереснее, чем пленочка. Ну и, конечно, я не удержался, это же ясно, я не смог не снять портреты таким замечательным объективом, как Ноктилюкс 75 миллиметров с начальной диафрагмой 1,25 на полностью открытой диафрагме. Но это невозможно было удержаться, потому что очень интересно. Единственное, что должен предупредить, ваша лейка или, например, зорки, на которые вы вдруг будете пристраивать этот объектив, должны быть иметь очень точно настроенный дальномер. Это отдельная история. Это было еще проблемой на лейке М4-2, потому что каждый раз к первым Ноктилюксам приходилось подстраивать дальномер, все очень тонко, глубина резкости маленькая. Но, тем не менее, я справился с этой задачей, и вот, посмотрите на результаты. Что получается? Портреты, конечно, получаются намного интереснее, чем даже АПА с Умикроном 75 миллиметров. Микро-контраст, микро-рельеф на порядок лучше. Лица получаются как бы светящиеся изнутри. Ну, понятно, что светится изнутри и ум, и красота, что вы можете увидеть на портретах уже известной личности, ну, и нового портретируемого. То есть, таким образом, подводя некий итог, можно сказать, что работа оптиков и расчетчиков объективов на фирме Лейц не идет впустую. Да, результат есть. И этот результат очень заметен. Однако, всех же интересует, а как работает матрица по сравнению с пленкой. Для этого пообратитесь к мирам. Вот мира, снятая на пленку, рядом цветная, и вы видите соседние, как раз, участки, черно-белый и цветной мир, и о том, как дельта передает все цвета. И посмотрите следующий вариант. Это мира, снятая монохромной лейкой. Как вы видите, практический матрица монохромной лейки полностью повторяет пленку дельта 100. То есть, спектральная чувствительность практически идентична. Единственная тонкость, о которой можно сказать, это то, что фиолетовый цвет, и мира фиолетовый, передается монохромной лейкой немного лучше. То есть, она поярче засвечивает матрицу, то есть, матрица ее воспринимает чуть-чуть поинтенсивнее, чем пленки дельта. Все остальное абсолютно идентично. Что же с разрешением? А с разрешением дело опять не в пользу пленки, даже такой хороший. Дело в том, что анализ показал, что видно на мирах, что лейка монохромная, цифровая, примерно на 30% более разрешающая, чем лейка пленочная. Но дело, конечно, не в лейке и не в оптике, поскольку объективы использовались одни и те же. Как вы понимаете, я использовал 35 мм, 21 мм, 75 мм и 90 мм. Вот такой набор объективов. Объективы переставлялись с камеры на камеру одни и те же. А дело в пленке. Вполне возможно, что более качественная пленка даст лучший результат, потому что запас по разрешению у этих объективов огромный. То есть они вполне могут справиться с матрицами до 50 мегапикселей, что, в общем-то, сейчас большая редкость. Поэтому сравнение оказалось в пользу в данном случае монохромной цифровой лейки. Она по всем параметрам оказалась лучше. Но, как всегда, мы не все исчерпываем в каждом нашем фильме. Этому фильму тоже будет продолжение, где я расскажу в том числе и о преимуществах пленочных камер. На этом до свидания. Получайте удовольствие. Единственное, что могу сообщить, что в ближайшее время вот это конкретно лейка монохромная. Она не новая. Будет возвращена мной в магазин Кутуза Фото, где, собственно говоря, насколько я знаю, планируется провести аукцион по поводу этой лейки. Кому понадобится, я готов поставить свой автограф на ней, поскольку я ее довольно долго интенсивно снимал, испытывая это замечательное изделие фирмы Лейц. На этом до свидания, удачи вам и больших творческих экспериментов в области фотографий. Может быть, они принесут вам хотя бы какое-то удовлетворение от той жизни, которой мы сейчас живем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok